ЗАЧЕМ ЗАМАЧИВАТЬ КРУПЫ В последнее время все больше ведется разговор о том, что зерна и крупы могут быть не частью здорового питания, а причиной многих хронических заболеваний 21 века. И заваривая себе овсяные хлопья быстрого приготовления с утра на завтрак, вы не питаете свое тело клетчаткой и витаминами, а наоборот забираете нужные минералы из организма. Тем самым перегружаете свой пищеварительный тракт и со временем, если страдаете чувствительностью к антинутриентам, приведете сами себя к аутоиммунным, гормональным, сердечно-сосудистым и другим серьезным заболеваниям. Это вызывает множество споров со стороны людей, которые утверждают, что хлеб и крупы всему голова. Но если разобраться, наши предки не употребляли большого количества круп, и те, которые шли в пищу, специально традиционно подготавливались перед употреблением. Они всегда замачивались или даже ферментировались, квасились продолжительное время. Хлеб пекли из свежей муки и не на моментальных дрожжах, как сейчас, а на медленных и на так называемой закваске. Что же происходит сейчас? По телевидению вовсю рекламируют всевозможные быстрые завтраки из овсяных хлопьев или мюсли. Все каши быстрого приготовления – это достаточно новое явление, впрочем, как и болезни, которые они вызывают. Люди перестали относиться к пище как к продукту питания своего тела. Теперь желудок для многих стал помойкой, и они совсем не задумываются, к чему это приводит. В наше время мы всегда заняты, и мы ищем, как все сделать проще и быстрее. Но какой ценой? Ценой своего здоровья и здоровья наших близких. Современные крупы поменялись, и они уже совсем не то, что употребляли наши предшественники. Их химически удобряют, применяют пестициды, выращивают из ГМО зерен. Сама почва уже не в силах дать тех витаминов и минералов, которые присутствовали в крупах даже 100 лет назад. И чтобы получить даже те витамины, которые еще там остались, и деактивировать антинутриенты, которые могут помешать всасыванию минералов и нормальному пищеварению, мы всегда должны замачивать зерновые перед приготовлением. Замачивание и квашение круп обогащает их большим количеством витаминов, минералов и ферментов, а также разрушает глютен, частично, фитиновую кислоту, лектины и другие антинутриенты. В результате этого, крупа переваривается и усваивается в разы лучше. Замоченные зерновые легче переносятся даже людьми, страдающими пищевыми аллергиями. Замачивание и ферментация натурально повторяют кислотную среду проращивания зерен, что не только разрушает защитные механизмы крупы, но и частично переваривает вещества в ней. Защитные механизмы крупы Фитиновая кислота, которая в основном находится в наружной оболочке зерен или в отрубях. Эта кислота прикрепляется к минералам и не дает им всасываться в нашем желудочно-кишечном тракте, что со временем приводит к дефициту кальция, магния, цинка, железа. Так что если у вас обнаружился дефицит минералов, чаще всего можно винить в этом фитиновую кислоту. Уже доказано, что причина остеопороза и рахита – это недостаток кальция, как раз из-за избыточного количества фитинов в употребляемой пище. Ингибиторы пищеварительных ферментов, которые деактивируют ферменты в нашем желудке, что нарушает нормальное переваривание пищи и перегружает панкреатическую железу. Сложные сахара, которые наше тело не способно переварить. Глютен и сложные протеины, которые вызывают многочисленные болезни всего организма, а не только желудочно-кишечного тракта. Лектины. Животные основной диетой, которых являются зерновые, имеют отличимое от настроения пищеварительного тракта. У них 4 желудка и кишечник намного длиннее нашего. Когда мы замачиваем крупу, ее перевариванию также способствуют бактерии лактобациллы, которые находятся в первом и втором желудках травоядных. Все зерновые необходимо замачивать. Время варьируется от количества в них содержащихся антинутриентов. Оптимальное время замачивания круп. Овес, овсяные хлопья 8-12 часов, спелт, рожь 8 часов, рис коричневый 12 часов, рис белый 9 часов, рис дикий 5 часов, перловая крупа 6 часов, гречневая крупа 5 часов, пшено 5 часов, кинва, амарант 3 часа. Сам процесс очень прост. Все, что вам необходимо, это теплая фильтрованная вода, натуральный окислитель, яблочный уксус, лимонный сок, кефир или йогурт. И время. Удобнее, как правило, замачивать с вечера. Метод замачивания крупы. Необходимое количество теплой фильтрованной воды для полного покрытия крупы. 1 столовая ложка натурального окислителя на каждый стакан воды. Накройте пленкой или крышкой. Не убирайте в холодильник, а поставьте в теплое место. Старайтесь избегать пластиковой посуды. Пользуйтесь пластиком, только если знаете, что он не содержит биофенол А. В среднем для активации фермента фитазы необходимо 12-18 часов. Дикий рис, белый рис, гречка и пшенка содержат наименьшее количество фитиновой кислоты. Поэтому их можно замачивать на 7-9 часов. Коричневый рис, наоборот, содержит отрубную оболочку, где содержится большее количество клетчатки, ровно как и большее количество фитиновой кислоты, по сравнению с белым рисом. Поэтому замачиваем коричневый рис хотя бы на ночь. Хорошо промойте крупу после вымачивания. Не забудьте, что вымоченные крупы готовятся быстрее. Источник интернет. Сайт Крамола.Инфо. Будьте здоровы!